Поздравляю всех тех, кто любит сладко поспать во вторник. Вы только что пропустили крупнейшую утечку в истории всей игровой индустрии вообще. И это даже не совсем преувеличение. Наконец-то на улице консоли воинов праздник. Давно не было такого сочного материала. Помните инсомников, дорогие мои? Помните эту замечательную триплейную студию, которая отличается высокой степенью выдачи контента. Жаль, только иногда этот контент находится на уровне Человек-паука 2. И, кстати, говоря, все, что я в своем видео про него рассказывал, как бы сильно меня не хейтили, оказалось правдой и по словам самих разработчиков. Ну так, просто маленькое рандомное напоминание, даже не знаю, почему оно мне пришло в голову. Так вот, вчера утром, после довольно обстоятельного шантажа от хакерской группы по отношению к Sony длиною в неделю, под которую Sony, кстати, не прогнулись, и это было правильное решение с их стороны, несмотря на то, что они эту кучу теперь будут разгребать очень долго и, скорее всего, очень дорого. В сеть утекли буквально все внутрикомпанейские данные инсомника. Такие данные, как персональные, личные данные о их работниках, в том числе о высокопоставленных, более полутора терабайт данных, 1,3 миллиона файлов, буквально все расписание их релизов на ближайшие практически 10 лет, а также абсолютно все, что на данный момент готово относительно их готовящейся к выходу игры про Вульверину. Мы говорим не только про скриншоты, видео какие-то со сливами, мы говорим буквально про рабочий билд, который, насколько я понимаю, можно запустить на деф-ките PlayStation 5. Стоит ли говорить, что мем смешной, но ситуация крайне страшная? Да, конечно, стоит. Если вы подписаны на этот канал, а вам стоит быть на него подписанными или на мою телегу, то вы знаете, что я такое говорю постоянно. У меня там полно контента по актуальным и интересным личным неновостям, а также авторские мемчики, которые я периодически пощу, заходите обязательно по ссылке в описании и скучно вам точно не будет. Ну, давайте подходить к ситуации пошагово. Что же именно произошло? А произошло следующее. Этот взлом стал делом рук не самой безызвестной в не самых узких кругах группировки под названием Reshida Ransomware, или Reshida Ransomware, я уверен, они включат в письмо части, которая отправит мне транскрипцию. Так или иначе, около недели назад, во-первых, самому инсомнику пришло соответствующее письмо с оповещением о том, что все их данные были благополучно обспижены, а также на аукцион эти самые данные были выставлены с дедлайном в следующие 7 дней и ценником в 50 биткоинов, которые на данный момент примерно равны 2,1 миллионов долларов. Конечно, деньги небольшие, как можно догадаться, и у Sony эти деньги есть, но стоит ли мне рассказывать вам то же самое, что перескажет любой другой специалист по безопасности в ситуации, когда нежданчик уже случился, или, в общем-то, любой другой специалист по переговорам с эффективно террористами. Ни в коем случае никогда не идти на их условия и не давать им не копейки, потому что если хотя бы копейку вы им дадите, то, во-первых, вы усилите эту группировку финансово и репутационно, а во-вторых, ну какая гарантия того, что они не сделают то же самое снова и что они, в принципе, свое обещание выполнят. Со вторым, впрочем, всегда больше вероятность, что выполнят, чем нет, потому что их расчет идет на то, что вы раскошелитесь и можно будет эту ситуацию свести на нет и не публиковать ее, чтобы в печатной прессе из этого не раздували историю, чтобы ваша репутация не страдала еще больше. Собственно говоря, так их бизнес-модель и оперирует. На Shadow Stacker есть довольно подробный текст о том, как именно этот хак был проведен прямо с анализом кода и с многими другими вещами, которые я слишком тупой, чтобы понять, поэтому если вас такие вещи интересуют, я думаю, вы найдете их сами. Буквально единственное, что я понял, каким-то образом это было проведено через те вот VPN, которые работники студии используют на аутсорсе для того, чтобы получить доступ к внутренним базам из дома. Я могу только представить, какой праздник был на улице рансомареров, когда случился ковид. Это реально был переломный момент в истории. Прямо как переломный момент в вашей жизни, который настанет сразу после того, как вы увидите сообщение от спонсора. Нельзя хотеть так много. Можно. Пробуй максимум. Всего за 399 рублей. Можно. Йота. Итак, назначенный срок прошел. Всю эту неделю Sony относительно успешно удавалось держать ситуацию под контролем. Никто особо не верил в том, что это на самом деле случилось, потому что сливов такого крупного масштаба мы не видели, по сути, никогда. Даже когда сливали GTA 6 в прошлом году, речь шла непосредственно про саму игру. Про ранние преальфа билды, про какие-то странные футажи, скриншоты, неготовые диалоги и так далее, и так далее. Да, конечно, это произвело фурор. Это все было очень интересно смотреть и ловить баны за демонстрацию этих материалов, чего в этот раз мы делать, конечно же, не будем. Но, по крайней мере, внутренняя информация о Rockstar'е и о Take-Two в руки никому не попала. А в данном случае попала и даже больше, чем вы можете себе представить. Что сейчас творится в офисах инсомника и самих Sony, которые тоже попали под раздачу, представить сложно. Вчера, конечно, было хуже, чем сегодня, потому что только-только появилась инфа, ее активно анализировали буквально все, кому не лень. И, более того, она выпускалась еще и пачками, из-за чего у нас появлялись некоторые изначально недостоверные данные, которые потом самим инсайдерам и даже некоторым официальным людям приходилось опровергать. Ну вот, например, часть такой инфы была о том, что Ratchet & Clank Rift Apart, оказывается, якобы потерял инсомнику деньги. Речь шла о потерях в районе 8 миллионов долларов. По скриншотам из презентации, которая была запущена без какого-либо контекста, да, то есть это была якобы таблица без подтверждения даты или хотя бы даже примерного года, когда она была выпущена, и там было написано, что вот такая-то вот цифра он стоил, такая-то цифра он заработал, и вот цифра потерь. Выглядит довольно просто и понятно, но на практике это были проекции из презентации 20-го года, еще до того, как Rift Apart непосредственно вышел. Бравые защитники корпорации мультимиллиардеров с Ресетеры поднапряглись, и стало понятно, что делать выводы преждевременно, потому что в конечном итоге, плюс еще и по информации инсайдеров, все-таки Ratchet & Clank денег заработал. Это отчасти также еще и доказывает другую инфу о том, что он получит сиквел через несколько лет. Я думаю, было бы сложно этот сиквел выторговать у Sony, если бы он деньги потерял, правильно? В то же время слита инфа о том, что Sunset Overdrive, тайтл, который вы благополучно забыли, скорее всего, и правильно сделали, заработал Майкрософту больше 560 долларов, а именно 567, не тысяч, если что, не миллионов, а 567 долларов просто. Вот в это я уже готов поверить, учитывая, что с тех пор, как он вышел, мы о нем больше ничего не слышали, а еще потому, что между Майкрософтом и Sony до сих пор актуальны терки за права, вы знаете, к чему это все приводит. Есть причина, почему No One Lives Forever 2 до сих пор не продается нигде официально. Естественно, между консоли-воинами, этическими журналистами, просто мимо крокодильными, которые любят под сырный, не сладкий, что очень важно, именно сырный попкорн, угорать над подобными происшествиями, разгорелась жестокая война о том, стоит ли эту тему вообще освещать. Это же неправильно, несмотря на то, что те же самые журналисты освещали буквально все остальные утечки в игровой индустрии, в том числе GTA 6, которая до недавнего времени была крупнейшей, и продолжат это делать и дальше, особенно когда вопросы не касаются Sony по тем или иным причинам, которые мы, конечно же, не будем предполагать, там как-то осуждать. Я уверен, что это исключительно совесть у них просто проснулась, а не потому, что главред Айджена закупил несколько тысяч акций Sony, и, соответственно, он финансово заинтересован в том, чтобы их репутация не подвергалась сомнению, и в том, чтобы у них все было хорошо. Я выскажу свои две копейки, мы перейдем к самому сочному, а именно датам релиза и материалам по вульверине и всему остальному, что удалось слить. Я предпочитаю относиться к таким вопросам максимально холодно и объективно. Не только потому, что это выгодно мне, но это выгодно в том числе и жертвам таких ситуаций. Почему? Ну, потому что не просто так у всех крупных IT-компаний есть отдел кибербезопасности. Группировки типа Ресиды существуют, они всегда существовали и будут существовать еще задолго после нашей смерти. В них будут работать, натурально быть трудоустроенными, пусть даже не официально по бумагам, настоящие сверхразумы, которые не просто так требуют за свои услуги по 2 миллиона долларов, это они еще продешевили, видимо, в надежде на то, что такая крупная компания, как Sony, для которой 2 миллиона, это, ну, просто какая-то разменная монета, да, это бумага, которой подтереться можно в сортире вместо туалетной, если она закончилась. Они, видимо, рассчитывали на то, что они не будут запариваться по такой относительно небольшой для них сумме и просто молча ее отдадут и пойдут дальше, собственно, именно так их бизнес-модель и работает. И они будут в этих компаниях трудоустроены по причине того, что они окупаются. В них крутится огромное количество бабла, по причинам, которые я уже описал выше, и логически их тоже можно додумать. Потому что 8 компаний из 10, условно назовем эти цифры, заплатят. Они тупо втихую отдадут им эти деньги, и, скорее всего, они это делают постоянно, собственно, потому что они отдают их втихую, мы об этом зачастую и не слышим, потому что им гораздо проще заплатить, нежели париться с этими проблемами, нежели потом разгребать эту кучу дерьма. Да, конечно, поддерживать идеалы и не вести переговоры с террористами – это очень здорово, да, и вас за это погладят по головке, но продажи у вас от этого не возрастут, репутация у вас от этого вырастет исключительно на неделю, потому что в интернете цикл памяти сейчас примерно как у золотой рыбки, и те самые журналисты, которые еще сегодня вас поддерживали и говорили, какие вы молодцы, завтра пойдут освещать прочие утечки, может быть, у других компаний, а может быть, у вас, в зависимости от того, насколько они вместе с вами инвестированы в ваши интересы. Все это не транслируется в прибыль, все это не транслируется в деньги, а вы, как компания, хотите терять мало денег и зарабатывать много денег. Зачастую потерять 2 миллиона долларов за 50 биткоинов для того, чтобы откупиться от шантажистов, это гораздо выгоднее, чем делать то, что Sony делают сейчас. Но они приняли вот такое вот решение. Да, это плохо, отвратительно, и, разумеется, шантажисты должны понести наказание по всей строгости закона, но в конце дня это продолжит происходить до тех пор, пока IT-индустрия в принципе существует. И на компании, которая вкладывается в кибербезопасность, в данном случае, видимо, недостаточно, тоже часть ответственности лежит. Этого отрицать нельзя. Но я также отношусь к ситуации и с долей юмора и позитива. По причине того, что я, как человек, который работает с людьми в интернете, выучил несколько уроков за свою, может быть, не самую продолжительную, но какую-никакую карьеру. И я точно знаю, что память золотой рыбки – это нифига не миф. Все эти утечки, которые сейчас происходят, и такой фурор вызывают, да, такие громкие по всему интернету, люди забудут о них примерно через неделю. Более того, основная аудитория, которая эти игры покупает, ну, то есть, нормизы, марвело-фанаты, которые в итоге купят игру по Вульверини, и которые заставляют Инсомник быть отстойником для марвеловских игр до конца их времен, судя по тем цифрам, которые мы чуть дальше прочитаем, они, даже если краем уха что-то об этих утечках узнают, а они, скорее всего, о них не узнают, потому что, помимо Твиттера, у них также есть еще реальная жизнь, в чем я им, конечно же, завидую. Они вряд ли обратят на них внимание, может быть, увидят пару скриншотов, скажут, а, выглядит как-то отстойно. Это, кстати говоря, уже происходит, потому что мы все еще не выучили урок о том, что при альфа-футаже это нереальное отражение того, как игра выглядит, но мы сейчас до этого дойдем. И они буквально не узнают о том, что видели все это, когда игра выйдет, и все равно отдадут за нее деньги. Я, правда, не думаю, что утечки игровые наносят индустрии столько урона, как их малюют. Вот утечки личной информации уже, конечно, да. А что же попало именно под утечки из самого сочного, дорогие мои? А попало следующее. Например, дорожная карта всех релизов Insomniac вплоть до 30-го года. Ну, в первую очередь, стендалоун про Венома в формате стендалоуна про Майлза Морализа, то есть как такого большого аддона, если хотите, оказалось корректной, потому что Веном действительно всем нравится и действительно было бы круто, если бы стелс за Мэри Джейн заменили на него. Как я понял, во главе сюжета у стендлоуна про Венома будет стоять карнаж, сайдквест к Летусу Кессиди, который вы могли выполнить во втором пауке и, видимо, будет там ключевую роль играть, что не самая плохая идея. На самом деле, мне будет интересно, что они с этим сделают. Если он будет выглядеть точно так же, как выглядела миссия за Венома в непосредственно самой игре, и там будет как можно меньше Морализа, но Моралис и Паркер там будут, это мы уже точно знаем. Но, к большому сожалению, я надеюсь только, что их будет мало. Я, в принципе, окажусь доволен. Гораздо более доволен, чем я оказался от основной игры. Вольверина выходит в 2026 году, и вот здесь начинается самая проблемная микотка. Даже не потому, что трейлеры Вольверины показывались еще в 2021 году и ждать до 26-го 5 лет. Но это все еще меньше, чем нужно ждать до 6-го Элдер Скроллса. Я просто не люблю, когда анонсы происходят настолько далеко непосредственно от релиза, и потом еще думай-гадай, выйдут они вообще или нет. Как там поживает ремейк Котор, кстати говоря, пацаны, слышно о нем что-нибудь? Спойлеры, да, слышно. Если не хотите расстраиваться, не гуглите, правда, не надо. Ну, у него же даже синематик был, это же значит, что он по-любому должен выйти в какой-то момент, сказали все фанаты Mass Effect 4 и Dragon Age 4 и мигом замолчали, потому что поняли, насколько эта жизнь безблагодатна. Нет, а в Вольверине было слито буквально все. И я имею в виду вообще все. Я боюсь эту статью даже прогонять вниз, потому что любой скриншот из пре-пре-пре-альфы, там какого-то суперраннего, но вроде как играбельные билды есть, из какого-то супериграбельного билда, который я здесь покажу, могут привести к тому, что мне канал нафиг снесут, поэтому используйте свои гугл-скиллы, свое воображение, скажем так, но под слитые данные попадает и геймплей, и футажи, и там ранние какие-то билды, которые были на видео непосредственно, я так понимаю, что играбельным билдом оказалось уже что-то более готовое, возможно, даже с полноценными миссиями, потому что я точно видел законченный графон, я точно видел билды с графоном законченным, который, возможно, они делают для того, чтобы потом отснять его для трейлера, возможно, они на следующем Summer Game Fest это хотели показать, или уже в 25-м году, тут я точно не скажу, наверное, перед 2026-м годом все-таки в 25-м нужно как следует разгонять рекламную кампанию, но я точно видел слитый готовый билд, на котором игра выглядела не готовый, но как минимум уже графонистый, отрендеренный полноценно, да? То есть это, условно говоря, не как, когда человек-паук просто по рандомным серым блокам прыгает без готового интерфейса, нет, там прям реально уже было вот что-то такое готовое играбельное. По ходу именно этот билд попал полностью слитым в сеть, и если вдруг по какой-то причине, по абсолютно легальным каналам вы получили в свои руки DevKit PS5, то вы вроде как даже можете его запустить. Что я делать, конечно же, ни в коем случае не рекомендую, но это сделать можно, если вы знаете где искать. Ну, то есть в сеть слили натурально игру, и естественно, точно так же, как это случилось, когда слили GTA 6, обыкновенные несведомые, так сказать, начали высказывать свое ценнейшее мнение, которое, если вы знаете, что такое рендер или цикл разработки или билды, вам будет считать физически больно. Но придется. Сочувствующим натурально сейчас приходится постить в твиттере скриншоты. Сравнение при альфа версии и релизной версии показывает людям на практике, что когда человек, паук или кротоще прыгает по серым блокам, это не потому, что игра должна так выглядеть, да, и он такой неграфонистый в 360p отрендеренный не потому, что он таким будет на PS5 в релизной версии, а потому, что разработчики тестят с помощью этих серых блоков в физику, например, или какие-то другие функции выполняют, смотрят, как кротошья будет по всему этому лазать, или в данном случае вульверина, который по таким же точно серым блокам лазает. Это не то, за что вы будете платить деньги. Причем, если это выйдет в 2026 году, то, скорее всего, деньги сука весьма немалые, потому что нам стала известна еще и некоторая другая информация о прайсинге, но мы дойдем до нее тоже, вы подождите, там много всего интересного. Я надеюсь, что мне вам эту информацию тоже объяснять в конечном итоге не нужно, да, это просто прикольные футажи, которые потом можно будет показать в фильме о фильме, но черта с два, мне немножко фрустрирует осознание того, что мейнстримная аудитория в большинстве своем реально не понимает, что вот это, это не релизный продукт, и начинает делать из этого какие-то выводы. Народу реально нужно проводить ликбезы, мне кажется. Это даже не сложно сделать, достаточно просто поставить темнокомблендер и сказать, ну-ка, сделай ко мне какую-нибудь базовую сценку с персонажем и отрендери ее, вот тебе полный список туториалов, вот как чел делает пончик, сделай свой пончик. И, может быть, тогда, когда они дойдут до рассказа о том, в чем разница между Иви и Сайклзом, они наконец-то поймут, что, может быть, проекты выглядят по-разному на разных этапах. Если что, всем советую, кстати, это сделать, может быть, вам еще и понравится. Мне лично понравилось. Я даже свои работы постил в Телеге, включая Дренейские сиськи, кстати говоря, да. Человек-паук 3, как мы знаем, он уже находится в активной разработке по официальным данным, теперь мы знаем, что он планируется к выходу в двадцать восьмом году, и более того, пока скипает Рэйч Тейкланг в двадцать девятом, который получит сиквел. Поздравляю всех фанатов, они заработали деньги, поэтому своего ребенка им сделать все-таки позволят. Они также еще будут делать игру по Иксменам в тридцатом году, готовится она к выходу, и на тридцать первой, по-моему, запланировано какое-то новое айпи. Достаточно продуктивные ребята, но вы, наверное, заметили некий паттерн, да, вот в этом сливе. То, что они и Веномы делают, и Вульверину, и Паука, и Иксменов, и, по сути, единственное, что не является интеллектуальной собственностью Марвела, как бренда здесь, это Рэйч Тейкланг, из всего того, что они готовят на ближайшие десять лет. То есть, другими словами, Sony натурально сделали из инсомния Кадстоник по производству игр по Марвелу. Не самых плохих игр по Марвелу, откровенно говоря, но... Я не знаю, тяжело, наверное, вот морально как-то в этой компании должно быть работать, зная, что тебе дают поработать над чем-то, что... Не то, что единственное, что ты любишь, я думаю, что это им тоже должно нравиться, да, но над чем-то отличным от Марвела, ну, допустим, раз лет в десять, может быть, в семь-восемь, если тебе очень повезет. Но, по крайней мере, у них есть право хотя бы, да, делать этого Рэйч Тейкланга вообще, даже какое-то свое новое айпи, так что им все еще живется лучше, чем многим другим деятелям индустрии. Представьте себе, кого Сента Моники, которые делают God of War без остановки. Я погуглил, что делали Сента Моника, кроме God of War, и толком ответов не нашел, на самом деле. Ну, там какие-то консультации, третисортные там помощи в разработке для третьих айпи, которые к ним отношения не имеют. Впрочем, сейчас у них есть большие причины волноваться, потому что, как правильно спрашивает Лего Секилы HD, интересно, что они собираются делать сейчас. Они пока что вида не подавали, и каких-то официальных заявлений не делали, хотя инфа относительно Sony, которую мы дальше увидим, требует этих ответов. Я думаю, им нужно что-то по этой теме сказать. Но натурально слили вообще всю игру, включая играбельный какой-то билд, пусть даже ранний. У GTA 6 были просто сливы небольшого там какого-то незаконченного геймплея, пара видео, здесь прям натурально игра. Это должна быть дичайшая пиар-катастрофа, даже если я считаю, что она не окажется в конечном итоге такой катастрофой, как ее бы рисуют. Может быть, кстати говоря, стратегией Sony реально сейчас является сделать ставку на память золотой рыбки у интернет-аудитории. Они реально рассчитывают на то, что через неделю все это успокоится, никто про них больше не будет говорить, и никто про эти сливы и не вспомнит. И в принципе это может быть легитимная стратка. Слово о Sony и об отмененных проектов. Помните, как Sony говорили, во всеуслышание заявляли, что мы собираемся делать больше живых сервисов? Вот у всех остальных компаний живые сервисы есть, живые сервисы это будущее, надо и нам тоже свой живой сервис сделать. Да, потом, когда внезапно стало неделю назад известно, что Last Fuzz Online отменен, все удивились, да как это так, да почему? Ведь такие были перспективы наверняка у этого проекта, который всегда был исключительно сингловым и делал акцент на историю, даже если у второй части не очень получилось, скажем так, и зачем они в принципе какой-то онлайн там делать пытались. Они его пытались сделать чисто для того, чтобы выйти на этот рынок живых сервисов. А теперь, когда они недавно передумали, они эти живые сервисы отменяют, потому что поняли, что ну не получится сделать свой фортнайт из всех своих эксклюзивов. И по ходу то же самое они поняли относительно Человека-паука. Проект, который видимо тоже находился в каких-то ранних стадиях разработки и тоже оказался отменен. Если вы когда-нибудь мечтали о Человеке-пауке онлайн, и я только что вселил вас надежду, то можете ее смело разбивать, дорогие мои. Ну, может быть оно и к лучшему. А хотите, сделаю вам еще больнее. Вот это возвышение в ценниках на ААА игры, которые Sony инициировала тем, что ну у нас новое поколение консолей, приходится брать больше, 70 долларов стандарт, ну вы же понимаете, игры так дорого делать сейчас нам надо, надо повышать ценники. Как иначе? Ну, во-первых, я удивился, что это заняло у них столько времени, могли бы еще и в PS4 эпоху повысить, я думаю. Люди бы, конечно, тоже удивились, но не сильно больше, чем сейчас. Они к 2027 году планируют повысить этот ценник еще больше. Теперь мы говорим уже об отметке 80-100 долларов США. Решатся ли они на такой шаг, если решились в прошлый раз, то решатся и в этот. Я, в принципе, не представляю, что их должно остановить. Ну, то есть, готовьтесь уже к кинцу за 10 тысяч рублей официально, а не потому, что пересылка дисков из Австрии занимает много времени и ресурсов. Во-первых, я не удивлюсь, если это действительно произойдет. Возможно, они все-таки подожду до следующего поколения консолей, но оно вот как раз к 2027 году, наверное, и настанет. Может быть, это косвенное подтверждение того, что они планируют релиз PS6 на 27-й год. Кстати говоря, если вы думали о PS5 Pro версии, ну, мало ли, вдруг она там где-то в закромах находится, то упоминаний о ней в этих сливах не было. Так что, возможно, ее и не будет. Придется следующую ждать. Не могу сказать, что я расстроен. Но учитывая кое-что другое, что мы из этих же сливов получили, а именно признание Sony того, что их бизнес-стратегия по сравнению с тем, что Microsoft сейчас делает, довольно сильно устарела, вот этого я уже не очень понимаю. Они, видимо, думают и рыбку есть, и на хуй сесть. Потому что, если они могут позволить себе за счет бренда своих вот этих АА эксклюзивов, дико кинематографических, дорого-богато выглядящих, повысить цену еще выше, но при этом и перенять уроки, которые Microsoft сейчас делает, не знаю, может быть, у них получится, конечно, но тогда я хочу подробное объяснение Джим Райна услышать. То, что они уже активно выпускают свои проекты на ПК, это, конечно, удобно для нас, но продажи у них не такие оптимистичные, как хотелось бы по половине тайтлов. Horizon 1 продался очень хорошо, это был первый такой прецедент, и он, видимо, вызвал к себе интерес. Порт, конечно, оставлял желать лучшего, но в конечном итоге вроде все-таки подпочинили. Ладно, God of War продался очень хорошо, 2,5 миллиона юнитов, Horizon 3 тоже с половиной, практически миллионов юнитов. Days Gone продался лучше, чем ремастер Spider-Man. Вот этому я удивлен, на самом деле. Вот тут я реально не понимаю, почему. Days Gone, про который уже на следующий день никто не вспомнил, миллион семьсот тысяч, Человек-паук миллион триста тысяч. Возможно, на это повлияло то, что те, кто реально был заинтересован в Человеке-пауке, ради него покупали себе консоли. В то время как ради Days Gone никто себе консоли не покупал. Соответственно, Человека-паука уже основной костяк заинтересованных в нем успел поиграть на консоли, которые они для него купили, а в то время как на Days Gone люди ждали и ПК-порта, и того, когда он начнет получать скидки для того, чтобы поиграть в него по дешевке. И оттуда уже началась вся эта история с генеральным директором, который жаловался на то, что на консоли его никто не купил вообще, и купили его все на ПК. Наверное, вот это вот реально оправдание. Uncharted Legacy of Thieves продался примерно 500 тысяч копий, Майлз Моралес до миллиона трехста, Человека-паука, конечно, не дотянул, всего 4 500. Ну, ладно, это DLC, понятное дело, что оно будет продаваться меньше, но, я не знаю, мне кажется, их план сделать Моралес за основным пауком в следующей части все-таки для них бэкфайринг. Но время покажет, конечно, практика покажет. Ну и Сэкбой 62 тысячи, я не думаю, что кто-то удивлен здесь. Цифры не впечатляющие, они могут выглядеть впечатляюще, да, 3,5 миллиона копий, это же круто, но если это не статистика, которая держится стабильно, то на самом деле не так круто. То есть, очевидно, эти продажи зависели от нескольких сторонних факторов, от новизны, да, ни фига себе, эксклюзив Sony на ПК появляется, надо купить, надо попробовать, от того, насколько он был популярен на консоли непосредственно, 5, 10. Эта цифра не держится стабильно. К тому же, какой-нибудь Sea of Thieves вообще в Стиме продал, по-моему, что-то миллионов 8 или типа того. Вот это цифры, которым стремиться надо. Так что бабушка на двое сказала, конечно говоря. Но это все еще важная часть стратегии для них. Но еще больше интерес у меня вызывают ценники, которые, конечно же, тоже попали под сливы. Те же самые скриншоты из PowerPoint-презентации с примерными расчетами в том числе включают в себя и бюджеты, которые на эти проекты выделялись. Morales, например, стоил 150 миллионов. Ремастер и, в принципе, ПК-порты, как я понял, у Sony стоят относительно мало. Вот, например, ремастер Человека-паука стоил 39 миллионов и, в принципе, ПК-порт они делают довольно либерально и чуть ли не по имейлу. Их подтверждают, потому что они по их меркам относительно дешевые и какую-то они прибыль приносят. Это здорово. Ratchet & Clank, кстати говоря, стоил довольно дешево. Но вот, например, Человек-паук 2, который, конечно, продался очень хорошо, но, сука, представьте себе, если бы он так хорошо не продался по каким-то причинам, стоил 315 миллионов долларов. Вы можете себе представить, что такое 315 миллионов долларов и какую маржу они должны вырулить для того, чтобы хотя бы выйти в ноль. Очень, 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 сука, большую на самом деле. Просто невероятно. Видимо, эти бюджеты включают в себя еще и пиар, да, то есть это не как с Голливудом, когда нам нужно умножить эту сумму на 2 и вот это будет выйти в ноль. Я так понимаю, что рекламная компания в эти 315 миллионов входит. Соответственно, для того, чтобы выйти в ноль, им нужно ну там 350 и больше миллионов собрать. Они это сделать могут. Игровая индустрия все-таки крупнее киношной. И когда рекордными тиражами Человек-паук 2 продается, сколько он там 10 миллионов копий продал в первую неделю или во вторую, я уже сейчас точно не вспомню, пока это работает. Но становится понятно, почему Sony так сильно хотели себе свой собственный рынок живых сервисов сделать. Эта бизнес-модель кажется прибыльной, но по сути они рассчитывают на то, что каждый их ААА-ный проект будет хитом, потому что с такими ценниками они не могут себе позволить, чтобы он этим хитом не был. Даже если они потом будут пытаться отбиваться на ПК, как с Days Gone, этого недостаточно. Этого просто недостаточно. Им нужно, чтобы Человек-паук был рекордным. Им нужно, чтобы Человек-паук 3 был еще рекорднее, чем предыдущий. То же самое с Вольвериной. То же самое со всеми их остальными хитами на самом деле. И по тем же причинам, иксбоксом икрософт со своим геймпасом и с их покупкой Activision Blizzard, на которой они старательно пытались не обращать внимания, но все-таки, как показывают сливы, это стало для них настоящей причиной поджимать очко. Я понимаю, почему они считают, что Майкрософт для них представляет реальную угрозу. У них в этой презентации или в какой-то уже сторонней презентации, я так понимаю, было несколько слайдов. Это целая отдельная подтема была для того, почему они обязательно должны из этой покупки Activision Blizzard вынести уроки, почему они должны полностью свою бизнес-модель пересмотреть, потому что как они подписывают? Такие крупные живые сервисы, в принципе, франшизы, как Call of Duty, которые потеряют мульти, платформенность и станут эксклюзивами рано или поздно для Xbox, это, конечно же, невероятно опасно для нас. Потому что что такое третьи стороны, которые выпускаются на PlayStation? Это проекты, в которые непосредственно сами Sony денег вообще практически никаких не вкладывают, ну, по большому счету это ноль денег для них стоит, но при этом за счет транзакций через свои сервисы, а транзакции эти реально большие, они получают бесплатные деньги. Причем настолько много этих бесплатных денег они получают, что зачастую даже их собственные проекты, в разработку которых они вложились, для них менее прибыльные, если они вообще прибыльные, чем то, что им приносит какой-нибудь условный и бесплатный Call of Duty, который продает микротранзакции. Ну, это можно сказать не только про него, но все еще очень важно. Важно понимать, что такие дойные коровы у себя на серверах держать крайне выгодно. А Microsoft в то же время их активно скупает и вряд ли он захочет с Sony делиться, если его не заставят по закону. Как вы думаете, к чему это приведет? Они сами пишут и не стесняются этого факта, и молодцы, кстати, говорят, что пишут как есть, что столпы Sony, на которых они долгое время стояли как компания, уже отстали от конкурентов. Они актуальны, конечно, но они не могут быть единственным, на что они рассчитывают. Более того, Sony нужно расширяться. Они не могут позволить себе то же расширение, которое позволит Microsoft, у которого до бесконечности больше денег, и вряд ли Sony могли бы позволить себе сделку с Activision Близзардом, но им определенно нужно что-то сделать в этом поприще, потому что они могут конкуренции тупо не выдержать. И они это знают по своему собственному признанию. Одним из таких решений, например, будет удвоить свои усилия по мультиплатформенности и удариться в нее полностью. Возможно, кстати говоря, по этим документам слитым дойдет даже до стадии, на которой эксклюзивы теперь уже не Sony будут выходить на ПК чуть ли не в первый день. Это, кстати, одна из основных статей конкуренции с Microsoft, на которую они рассчитывают, потому что если Microsoft выпускает свои проекты в первый день на ПК и, соответственно, свою аудиторию делает гораздо шире потенциально, то и нам на самом деле тоже нужно бы поднатужиться. В конце концов, мы уже не можем держаться на том, что люди будут покупать консоли чисто ради того, чтобы втянуться в нашу экосистему. Нам нужно расширяться на другие экосистемы, которые они могут принести нам реальную прибыль, и это будет гораздо умнее. То, как они оперировали раньше, в начале этого поколения, все предыдущее и все предыдущее до него поколения, при нынешних ценах на игры это просто не будет работать для них долгосрочно. Ну и вот это то, что основное мы из всех этих документов вытащили. Какие выводы из всего этого можно сделать? С основными положениями, особенно относительно бизнес-стратегии Sony. Я согласен. То, что происходит сейчас со студией Insomniac, как ни относитесь к их играм, но они этого не заслуживают. В конце концов, в этих студиях работают обыкновенные люди, которые ни в чем из этого не виноваты. Кроме того чела, который, видимо, неаккуратно VPN включил там, где это было, делать не надо в каком-нибудь Wi-Fi Макдональдсе. Я не знаю, как именно это произошло. Есть люди гораздо более умные, чем я, которые вам это подробно объяснят. Но кроме него, они не виноваты во всем этом. И им сейчас эту кашу придется разгребать. Я надеюсь на то, что в конце дня все равно все об этом забудут уже через неделю, потому что интернет так работает. И, возможно, стратегия отмалчиваться им поможет. Это, наверное, лучшее, что они сейчас могут сделать. Потому что вряд ли они хотят давать какие-то официальные комментарии по поводу своих внутренних переживаний, каких-то внутренних документов. С другой стороны, компании-конкуренты из этого вывода сделать могут. Не дайте себя обмануть Microsoft за ситуацией, сейчас следит очень пристально. Смотрит на то, как их конкурент, прямой конкурент, и все еще представляющий для них какую-то угрозу, думает, как он собирается поступать. И они могут начать делать и разрабатывать свои стратегии относительно того, что они из этого слива узнали. То есть для Sony эта ситуация реально страшная. Мем смешной для нас с вами, а ситуация натурально страшная. Я только надеюсь, что Insomniac не попадет под раздачу. Вряд ли, конечно. Они настолько сильно в него вложились, и Insomniac все еще пользуется большой популярностью геймерского сообщества. Не просто так они вливают по 300 миллионов долларов в Ульверину. Да, они не закроют внезапную студию и не скажут, что все, 300 миллионов и Ульверина отменяется. Идите, занимайтесь чем-нибудь еще. В Санта-Монику какую-нибудь, например. Но это стресс. Это страшный стресс, который, я надеюсь, что ребята переживут. А мы с вами можем насладиться вот этим зрелищем крупнейшего слива в видеоигровой индустрии. Наверное, за всю его историю. Если они на такое способны, то, что нас ждет лет через десять. Я имею ввиду, кулхацкеры не лыком шиты. Там сидят не дебилы. Дебилы не смогли бы успешно выторговывать себе по 2 миллиона долларов за слив гигантской мультимедийной корпорации. Правильно? Это вряд ли так работает. И можно, наверное, только похлопать. Но без уважения, не от чистого сердца. Но такая вот история. Заходите ко мне в Телеграм-канал, подписывайтесь на этот канал, лайки с комментариями оставляйте. И спасибо вам за то, что вы такие сладенькие булочки по жизни. Я вас люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!